Здравствуйте, юные химики, физики и математики! Сегодня мы опять в нашей замечательной лаборатории. А это значит, нас снова ждут увлекательные занятия и удивительные открытия. Добрый день, коллеги! Здравствуйте, профессор! Давно хотел спросить у вас, как вы думаете, вот какие самые распространенные материалы окружают нас в жизни? Ну, наверное, дерево, металлы, стекло, керамика. А еще пластмасса и нефть, из которого ее делают. Абсолютно верно! А между прочим, ребята, пластмассы тоже бывают разные. Ну, например, если через расплавленный пластик пропустить газообразное вещество, то мы получим материал с очень интересными, уникальными свойствами. Как пролонопенопласт? Ну, например, да, и многие другие материалы. Их так и называют газонаполненные пластики или вспененные полимеры. Это все равно. Давайте же посмотрим, как придумали такие материалы и как их делают. История пенопласта уходит корнями в первую половину 19 века, когда немецкий аптекарь Эдуард Симон в ходе экспериментов получил вещество под названием стерол. И только почти 100 лет спустя французские ученые смогли приготовить из этого сырья первый вспененный полимер. Вскоре немецкие инженеры запатентовали промышленный метод получения пенополистирола и открыли его замечательные теплоизоляционные свойства. 70 лет назад в Германии было начато промышленное производство теплоизоляционного материала марки Стеропор, который выпускается и по сей день. В наше время для получения большинства пенопластов композицию на основе полимера смешивают с пенивающим агентом, либо с полым наполнителем. В некоторых случаях вспенивание происходит в результате химического взаимодействия компонентов, сопровождающихся выделением газа. Форму вспененной композиции фиксируют отверждением или охлаждением. Так получают пенополиуретан, пенополистирол, пенополивинилхлорид и множество других подобных материалов. Дорогие коллеги, а давайте мы с вами тоже смоделируем вот эти два разных способа производства газонаполненных пластиков. А где мы найдем расплавленную пластмассу? И не опасно нет. Да нам и не нужна расплавленная пластмасса. Это же будет только модель процесса. Давайте попробуем. Для начала нужно налить немножко воды, Никита, пожалуйста, вот в эту колбу. А я добавлю сюда еще одно вещество, которое и будет, собственно, давать нам пену. Называется оно пена для ванн. Да, достаточно. А вот теперь сюда же добавим то, что нам необходимо для химической реакции. Это перекись водорода. И вот тут, друзья мои, я попрошу вас быть предельно осторожными. Будем очень аккуратны и соблюдаем технику безопасности. Надевайте, пожалуйста, друзья мои, защитные очки. Это важно. Перекись водорода. Главное правило всех химиков, если вы открываете какой-то флакон, налили что-то, обязательно закройте. Иначе по закону подлости этот флакончик перевернется прямо на столе. Ну а теперь сама химическая реакция. Марина, настал ваш звездный час. Йодистый калий. Вот вещество, которое будет вступать в реакцию с перекисью водорода. Реакция очень красивая, иногда даже очень бурная, поэтому будем предельно аккуратны. Главное, отпрыгнуть подальше. Прыжки мы тут в лаборатории устраивать, Никита, не будем. Но приближать лицо к колбе, из которой, может быть, даже дым будет идти, тоже не следует. Марина, держите, пожалуйста, мерную ложечку и добавляйте йодистый калий аккуратно прямо в нашу смесь. Волнительно. Еще бы. Какая бурная реакция, да? О, замечательно. На что это, кстати, похоже? На огромную зубную пасту. Этот эксперимент американские школьники так и называют – зубная паста для слона. Действительно очень похоже. Ну а теперь, друзья мои, давайте посмотрим, как работает второй способ изготовления газонаполненных пластиков. Будем пропускать воздух через мыльный раствор. Никита, попрошу вас, наполните, пожалуйста, коническую колбу водой и сюда же добавим пену для ванны. Ой, Марина и Никита, взболтайте как следует смесь, чтобы пена была хорошей. Можно опустить распылитель для аквариума прямо в мыльный раствор и покачайте, пожалуйста, насосом. Дай я попробую теперь. Пузырьков меньше. Наверное, это более долгий способ, да? Вам самим-то какой способ больше нравится? Первый, конечно. Там пузырьки образуются сами. Точно. И образуются сразу по всему объему жидкости. И насосов никаких не нужно, да? Да. А если присмотреться внимательнее к вот этой пене, у нее пузырьки немножко покрупнее. И представьте себе, что перегородки между этими пузырьками полопались, и пена застыла. Что получится в итоге? Кубка. Угу. Получится множество извилистых ходов, то есть такой пористый материал. И вот если исходный пластик будет твердым, то, наверное, получится затвердевшая монтажная пена. Которая для строительства? Точно. А если пластик будет мягким, то тогда что мы получим? Поролон и пенопласт. Угу. Поролон. Не пенопласт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А из него что делают? Диваны. Диваны. Подушки. И из него делают кубки для посуды. Точно. И многие-многие другие предметы, столь необходимые нам в жизни. Вот давайте как раз и посмотрим о том, где применяются вспененные полимеры. Легкие газонаполненные пластмассы представляют собой особый класс материалов, состоящих из твердых и газообразных веществ. Пенопласты вспененной пластмассы содержат в себе замкнутые или сообщающиеся газонаполненные ячейки. Пенопласты, сообщающимися ячейками, порами, иногда называют поропластами. Горючесть, теплостойкость и химическая стойкость таких материалов определяются главным образом типом полимера. Пенопласты делятся на эластичные, жесткие, полужесткие. В отдельную группу выделяют интегральные пенопласты, которые имеют на поверхности монолитную корку. Разные виды вспененных полимеров нашли свое применение в очень широком спектре. О теплоизоляции в строительстве и авиационной отрасли, до создания упаковочных материалов в пищевой промышленности. Их используют как утеплители и амортизацию в одежде и шлемах, в строительстве дорог, для производства мебели и игрушек, а также в качестве декоративного материала. Немыслимо без них электротехника, авиа и судостроение, автомобильная промышленность. Так что переоценить значение этого чудесного изобретения просто невозможно. Даже не представляю, как бы мы в наше время обходились без этих веществ и подметов. Это верно. Без них было бы очень сложно. А вот давайте мы поподробнее изучим свойства материала, который вам очень хорошо знаком. Это пенопласт. Как он делается? И что это вообще такое? И какие у него свойства-то есть, самые главные? Я знаю то, что это пластик, взбитый с воздухом. Точно. А для чего он применяется? Он в строительстве применяется. Он не тонет, он хрупкий достаточно. Из него делают упаковки для игрушек. И он очень легкий. Верно. Это его большие-большие плюсы. Особенно малый вес. Ну, а на самом деле есть и минусы. Он очень хорошо горит. Да. Ну, не то, чтобы он прямо вспыхивает ярким пламенем, но он плавится. Давайте посмотрим, как это выглядит. Пожалуйста, друзья, все опыты со спичками, свечками, зажигалками всегда делаем только вместе со взрослыми. Да, это в глазах. Ага. Красиво. Ой, искорка упала. Ну, и вот когда пенопласт горит в больших объемах, то выделяется довольно едкий дым, и в нем содержатся токсичные вещества. Так что в строительстве такой материал хоть и используется, но с большими ограничениями, поскольку при пожаре может быть опасен. А вот еще есть у него такое свойство. Он разрушается в некоторых растворителях. Ну, например, в ацетоне, в техническом растворителе. А я знаю, что ацетон применяется для снятия лака с ногтей. Правда, он портит ногти. Верно, верно. Поэтому в жидкость для снятия лака еще делают дополнительно питающие добавки. Ну что, друзья, давайте проверим, как это выглядит, посмотрим. И попробуем растворить пенопласт в ацетоне. Ваша задача сейчас разломать пенопласт на мелкие кусочки и загрузить прямо сюда, в колбу. Ну, а теперь, друзья, вы очень хорошо поработали, разрушили пластину пенопласта, а ацетон сейчас завершит это дело разрушения. Друзья, мне кажется, что наш подопытный пенопласт очень-очень сильно уменьшился в объеме. Ацетон действительно способен разрушать его. А еще у пенопластовых шариков есть очень интересная особенность. Они мало того, что легкие, еще и кроме этого хорошо электризуются, друзья мои. Так что мы с вами можем делать, например, из пенопластовых шариков искусственный снег и разные другие интересные штуки. Этим и предлагаю сейчас заняться. Пожалуйста, возьмите вот такие вот шарики. Я заранее наполнил их пенопластовой крошкой. Держите, пожалуйста. Я попрошу вас их надуть, но только ни в коем случае не ртом. Почему ртом нельзя надувать? Чтобы не подавиться шариками пенопласт. Конечно. И если вы вдохнете пенопластовую крошку, это будет очень-очень опасно. Поэтому надуваем только насосом. Держите, пожалуйста, вам насосики. На большой размер не будем делать. Арина, давайте я вам тоже помогу. Ага. Получше, получше прямо натереть. Або что еще можно, кстати, электризовать? Человеки, об себя. От волосы. Або... Они от меня уползают так. А об котов можно? Об котов тоже, да. Теоретически, да. Мы волшебники. Настоящие волшебники – это все-таки химики. Ведь они придумывают настолько интересные вещества. Это верно, друзья. Такими волшебниками, как мы с вами сегодня, ну, может стать, наверное, каждый. А вот химики, так те и правда народ очень изобретательный. Представьте себе, к настоящему моменту химики открыли уже более ста миллионов разных веществ. Но это настолько много, что даже далеко не всем веществам было найдено применение. Так что помните, друзья мои, в ваших руках не только будущее науки, но и судьба открытий, которые уже сделаны. Когда и как они будут работать на благо людей, зависит только от вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова